Всем привет дорогие подписчики моего канала и телезрители ютуба с вами Конрой и сегодня я снимаю туториал по игре DayZ. А туториал у нас будет на тему ошибка, баг, можно назвать как угодно в DayZ. Проявляется она так, что вы заходите на сервер, у вас черный экран и пишется в сетап конфликт, то бишь у вас загружается персонаж, но он не загружается и вы можете полчаса, часа ждать пока он загрузится. Также нажмете на клавишу инвентарь и он будет полностью пустой. Эта ошибка конечно уже наверное наполовину решилась и люди появились полностью пустые на берегу, очень сочувствую, но сейчас я вам покажу как от нее избавиться. Предупреждаю сразу это решение проблемы только для тех кто пользуется 6 лаунчером, ну или по крайней мере кто сталкивался с ним, как на стиме я не знаю, но наверное будет лучше если вы поставите эту программу и сейчас по моей инструкции все это сделаете. Так, ладно, приступим. Находим релик 6 лаунчер, нажимаем правой клавишей, свойства, расположение файла на Windows 7 и на XP объект и он нас перемещает в папочку 6 лаунчером. Находим язычок 6 update 2 и запускаем. Когда он будет запускаться он захочет у нас обновиться в Windows 7 и вот такое окошко выскочит. Нажмем крестик, это ничего страшного. Все, запустилась у нас программа и появилось такое окошко. Находим список серверов, видим моды, нажимаем на моды, в поисковик вводим собака DayZ, изначально у вас будет лучше всего, непонятно лучше всего, это тоже всякие разные стимуляторные моды и так далее, но мы вводим собака DayZ. У нас всего лишь 3 номинования высвечиваются, находим собака DayZ, правой клавишей, действие апдейта, установить или обновить, пятое снизу, нажимаем, высвечивается вот такое черненькое окошечко, здесь идет действие, после того как обновилось, нажимаем правой клавишей, действие апдейта, create short in desktop folder, то бишь создать ярлык на рабочем столе. Вот он у меня уже должен, я его перенесу сюда, папочка. Все, после обновления и создания ярлыка, вы будете пользоваться только этим ярлыком, SIX лаунчер удалять не надо, ну и пользоваться им не надо. Вы чисто запускаете, получается, игру в мультиплеере, нажимаете мультиплеер, находитесь рай и играете. Да, вот так просто решается эта проблема. Думаю, на этом все, всем спасибо за просмотр, подписываемся на мой канал на ютубе, на группу вконтакте, все ссылки будут внизу под видео. Надеюсь, мой туториал вам очень сильно помог, потому что эта проблема такая, я думаю, серьезная. Всем спасибо за просмотр, с вами был Кондрой, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok